Сегодня ездил по магазинам, искал брусок, чтобы одна сторона этого бруска была на 60 миллиметров. Искал, не мог найти. Вот выбрал один брусок сечением 50 на 50 и вот такую рейку сантиметровую. Ну там не измерял, поверил. И привелся. Вот можно даже измерить, смотрите. Все цифры стерты, а 60 миллиметров осталось. И тут четко получилось, ровно 60 миллиметров. Вот что мне им нужно. Этот брусок пойдет на стойку. Буду работать с этим бруском сегодня. И так же ножовку с собой захватил. Вчера в этой тюгунной ванне былись. Когда я уезжал, сказал, чтобы они смотрели вот в это место. И если появятся капельки, чтобы мне сказали. Вот они сегодня мне и сказали, когда я приехал, что капельки воды были вот у этой заглушки. Я эту заглушку выкрутил и добавил силикон и опять закрутил. Это вот постоянно у этой заглушки всегда вода появляется. Так же посмотрели бы вот здесь соединение, чтобы здесь не было воды и там тоже самое. В общем, получилось все нормально. Теперь Вот Так, лампочку взять. Так, лампочку взять. вот я купил новый бокс он конечно большой там автоматически установил а кстати установил там автоматические выключатели и скорее всего я его не смогу поставить потому что здесь вот эти вот электрические провода они короткие которые идут из этого счетчика вверх они короткие и сечение вот даже искрит вот видите вот здесь искра прошла страшно это будет фаза вот это вот будет ноль и здесь тоже сводного автомата на 25 ампер спускается вниз провод тоже на полтора скорее всего квадрата идет на счетчик и выходит тоже полтора квадрата но здесь провода короткие так же как и здесь короткие в общем мне кажется что я не смогу установить сюда вот этот вот бокс с этими вот автоматами с этими вот автоматами Чтобы можно было отключать эти автоматы, скажем, в баню или ванную комнату. А для защиты еще установим УЗО. Это я попросил, чтобы они не хотели его вообще устанавливать. А получается, что я как бы настаивал на этом. Вот теперь я его и установить-то не смогу. Вот теперь он будет валяться, либо мне его подарят. Соответственно. То есть, как было два автомата, так и останутся. Как был этот боксик маленький, он так и останется. А подключение в ванную комнату я сделаю, как у них и было. Вот такие вот дела бывают. На этой доске сделаю черточку. Возьму вот этот размер, 81 сантиметр. И сделаю вот эту вот черточку. Все понятно. Теперь прикладываю сверху. И делаю упор. В общем, получается вот этот размер. Ребро этой клетки. Так, Ребро теперь мне нужно взять. Сделаю черточку. На полу. Ребро. Поехали. Продолжение следует... 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 Вот так получается. Далее. Мне нужно теперь сгиб сделать в эту сторону. Сгиб. Замеряю вот этот размер. А, высоту надо. Высоту нужно. Высоту делаю побольше. 40 сантиметров. Высота найдена. Делаю сгиб сюда. И теперь вот это расстояние мне общего нужно найти. То есть у меня общее расстояние здесь получилось 75 сантиметров. То есть я беру вот этот размер. Вот этот размер. И получилось пять с половиной. Еще вот сюда нужно пять с половиной. То есть так, так, так. Понятно. И сделаю проще. Как оно есть, так и сделаю. Раз. Два. Теперь пять с половиной. Пять с половиной. Пять с половиной. Тут можно и больше, потому что это будет туда-сюда отклоняться вот эта вот стойка. И меньше, и больше. Без разницы. И меньше, и больше. Без разницы. Все. Сделаю. Вот так получается. Теперь общую высоту изгиб туда, по потолку нужно мне найти. У меня получается два тридцать четыре. Два тридцать четыре. Вот так поставить и пройтись. Два тридцать 세 assisted тридцать с полася. Зами можно не проверяйте, надо это узнать... ...sea… Она полностью вставится без разреза, то есть получается нормально. Вот таким образом я буду устанавливать и закручивать к стене и к полу.